друзья приветствую вас утренний обзор давайте рассмотрим какие ключевые события происходят что сегодня ожидать и какие движения по доллару рублю евро золото серебру предполагается сегодня на открытии и в течение дня из экономически важных событий сегодня в 1630 все только начинается это ввп соединенные штаты далее 18 но новин индекс доверия потребителей и продажи на вторичном рынке жилья так вот продолжается эпопея с принятием мер помощи вроде бы конгресс одобрил подписал но я думаю все таки до нового года но до рождества не этот вопрос по логике вещей должны завершить окончательно и бесповоротно так далее начали вводить санкции против российских китайских компаний всего против 100 компаний российских по моему 45 или 50 ну это ограничение на ввоз соответствующие страны продукции которые высокотехнологичные которые может послужить для создания различных видов вооружений по мнению соединенных штатов плюс иные ограничения финансового характера и так далее давайте перейдем к анализу позиции фьючерсов на фарсе так но пртс здесь юридические лица делают ставку на то что продолжится снижение сегодня так по сберу по сберу вроде бы боковик но значительно сократилось количество позиций так газпром здесь юлица делают ставку на отскок норильский никель здесь тоже ставка на отскок и на рост далее рубль-доллар сишка но здесь ставка на то что рубль будет ослабляться евро рубль здесь также ставка на то что рубль будет ослабляться к его евро доллара вот здесь ставка на то что евро доллару будет расти нефть здесь ставка на снижение нефти серебро ставка на отскок и рост серебра золото а вот по золоту как-то не парадоксально на снижение золота так далее китайский фондовый индекс сегодня проседает но здесь как бы интересная ситуация он определенную цель вот в этом движении выполнил и сейчас вполне он может пропадать на 4960 вот пробой если будет 4950 4940 то тогда возможно очень сильно насчет корректироваться это дневной таймфрейм далее снг это среди на фьючерс но сегодня он судя по всему настроен повторить вчерашний подвиг вот у него новый уровень образовался промежуточной 3630 если вот этот уровень будет пробит то движение вниз она может вполне переписать и вчерашний минимум на текущий момент разворотная формация и пока нету никакой никакого сигнала относительно того что вот это снижение она остановилась так друзья далее нефть вчера позицию удержали но сегодня уже пошла просадка но здесь ситуация следующая часовой таймфрейм должны удержать вот этот диапазон нижняя граница 49 и 2 49 и 1 если этот диапазон не удерживаем развивается дальнейшей коррекционный откат целью которого будет сорок семь с половиной для начала если мы здесь удерживаем эти позиции то у нас отсюда происходит коррекционный отскок цель этого отскока как только будет закрепление на 50 целых одна десятая находится на 50 целых 93 50 целых 95 вот сюда вот в первой половине дня сейчас я думаю наиболее вероятно это попытка закрепиться вот в этом диапазоне далее золото но по золоту вчера 1882 все-таки удержали это позитивный момент сейчас идет попытка перехода вот в этот диапазон здесь есть промежуточный уровень который 1874 вот здесь он находится если он пробит не будет ближайшее время то от текущих значений либо из этого диапазона наиболее вероятно произойдет движение выше 1882 цель этого движения будет закрепиться в районе 1888 1890 если сейчас идет движение вниз и происходит пробой вот этого диапазона текущих значений до 1874 то у нас отсюда развивается дальнейшая просадка цель которой 1860 так далее серебро четырех часовой таймфрейм здесь у нас сейчас вот это движение которое происходит вниз она наиболее вероятно завершится либо на 29 25 и 9 либо может быть будет движение на 25 с половиной вот как бы пока 25 с половиной не пробита все это будет консолидироваться будет набор позиций происходить и отскок с попыткой вернуться на 27 как только произойдет возврат вот в этот диапазон если такой сценарий мы получим то у нас отсюда разовьется дальнейшее движение цель которого будет 23 823 9 вот сюда вот исходя из часового таймфрейма пока по серебру идет движение вниз первая точка остановки это 2595 если здесь не останавливаемся то скорее всего будет движение на 25 с половиной 2545 вот сюда в этот диапазон если дальнейшее движение продолжается то идет более глубокая просадка до пробития 2545 скорее всего будет удержание набор позиций и попытка отскочить так далее рубль-доллар юсд эту мура дневной таймфрейм но здесь у нас формируется движение наверх как ни крути нефть проседает и вероятно сейчас с утра начнется движение это четырехчасовой таймфрейм цель этого движения будет сходить на 75 с половиной а вот этот сценарий он не будет реализован если на открытии мы пробьем семьдесят четыре пять в этой ситуации вполне может произойти укрепление на 7415 с учетом того что нефть просила я думаю такой сценарий менее вероятен скорее всего на открытие у нас будет движение цель которого будет сначала 75 и 5 и потом попытка потестить вот эту верхнюю граничку 75 75 75 и 8 вот здесь если будет пробитие то следующая точка остановки будет находиться наиболее вероятно в районе 76 и 3 далее евро доллар дневной таймфрейм сразу берем здесь у нас есть в общем то уровень который от просадки будет сдерживать это 1 целый 22 вот если 1 целый 22 будет пробит и здесь начинается проторговка то тогда можно сказать что вот это была разворотная формация и отсюда начинается постепенное проседание евро текущая ситуация указывает на то что сейчас будет либо разворотная формация и отскок цель от сколько 1 целый 2240 или же если сейчас разворота текущего значения не происходит то идет дальнейшее снижение цель этого снижения сходить на 21 целый 2180 может быть немножечко даже пониже на одну целый 2165 вот сюда вот и так евро доллар либо сейчас разворот и отскок или же если разворота сейчас не будет пойдет пробитие 1 целый 2210 то идет более глубокое коррекционные движения на 1 целый 2181 целый 2160 вот сюда вот в этот диапазон ну и здесь если начинается закрепление проторговка ниже 1 целые 22 это с высокой степенью вероятности будет говорить о том что евро уже как бы в тренд входит и начинает падать так далее евро рубль евро рубль ту мору дневной таймфрейм но здесь у нас на открытии высока вероятность того что отсюда развивается движение цель его потестить и пробить 92 и случае пробоя здесь вполне как бы цель движения следующая 92 и 3 на 4 часа веке здесь попытка разворота и коррекционного отката на укрепление рубля цель движения на 91 и 2 но я думаю такой сценарий сейчас не будет реализован наиболее вероятно что вот сейчас отсюда будет попытка сначала пробить 91 85 и потом соответственно попробовать сходить 92 15 и потом 92 и 3 вот сюда в этот диапазон ну да вот часовой таймфрейм он указывает на то что скорее всего попытка укрепления рубля вот это которая произошла она завершена и отсюда будет сейчас развиваться движение первая точка это пробой 91 85 и следующая точка движения 92 15 потом 92 30 сценарий этот не сработает только в том случае если здесь возникает коррекционный откат и будет пробитие вот этого уровня 91 целый 050 91 91 целый 05 в этой ситуации действительно рубль может начать укрепляться и цель движения я думаю ограничено 90 75 не более наиболее вероятность сценарий отсюда это либо в любом случае это движение на 91 85 и здесь уже по факту либо пробитие дальнейший ход на 91 и 3 или отбой и соответственно движение в рамках проторговки 91 25 91 85 я думаю вероятность того что рубль будет укрепляться она достаточно маленькая здесь все-таки большая часть фактов указывает на то что евро рубль либо мы в боковике вот в этом будем болтаться либо пойдем выше я бы даже так сказал наверное на открытие будет какой-то пробой и движение по направлению 92 15 92 и 3 а потом как бы если ситуация стабилизируется пойдет возврат вот сюда вот в этот консолидационный диапазон так друзья на вроде все основные инструменты по акциям тогда чуть попозже спасибо за внимание